Минувшая неделя не обошлась без электрических новинок. К продажам почти готов универсал Porsche Taycan Cross Turismo, а родственная Audi по частям раскрывает среднеразмерный Q4 e-tron. Тем временем в Америке представлен рамный внедорожник с большими моторами V8. Очередную попытку возразить своего флагмана предпринял Jeep. Ну а в России мы встретили китайский Cherry Tiggo 8 Pro и взгрустнули на тему будущего УАЗа. Ведь похоже, что чисто российских машин в России скоро не останется вовсе. Впрочем, давайте начнем этот выпуск красиво. Как известно, Америка — страна больших возможностей и машин. Тем удивительней, что коренной американец бренд Jeep до сих пор не предлагал действительно крупных моделей. Теперь ситуацию исправят рамные внедорожники Wegener и Grand Wegener. Инженеры Jeep взяли шасси-агрегаты от пикапа РМ1500, которые накрыли полностью оригинальным и очень большим кузовом. Два с лишним метра в ширину и почти пять с половиной в длину. Притом этот кузов и для обычного, и для грандиозного Wegener един, а различия в отделке и оснащении. Так, простая версия будет стоить 58 тысяч долларов, выйдя против Chevrolet Tahoe и Ford Expedition. У нее трехрядный салон на 8 или 7 мест. Причем галерка, позади которой скрывается 800-литровый багажник, вышла крайне просторной. В плане техники дело обстоит так. Если исходному пикапу полагается неразрезной мост сзади, то внедорожник щеголяет многорычажкой. Притом за доплату имеется возможность заказать пневматические элементы вместо обычных пружин. Под капотом скрывается V8 отдачей под 400 сил, с которым состыкован 8-диапазонный автомат. Самая простая версия имеет задний привод, но по джиповской традиции имеется целый набор полноприводных трансмиссий. А что версия Grand? За нее планируют просить минимум 87 тысяч долларов. То бишь джипу предстоит бросить вызов Кадиллаку Искалейд и Линкольну Навигатор. Вот только при таком ценнике стоило бы добавить больше лоска. Между тем, снаружи Grand'у полагаются лишь другие бамперы до порции хронированной отделки. Зато салон, что роскошные апартаменты. Отделочники не поскупились на натуральный шпон, алюминий и кожу. Кроме того, у Grand'а более крупные экраны приборов и мультимедийки, а по заказу общее число дисплеев можно довести до 7. Вдобавок дорогой вегонер оснащен аудиосистемой Macintosh. Мотор здесь стоит уже 500-сильный, а пневматическая подвеска и топовая трансмиссия не требуют доплаты. Также бесплатным является продвинутый круиз-контроль, который постепенно обещают обучать свежим премудростям. В Америке машины пойдут в продажу до конца весны, а затем концерн Stellantis планирует продвигать новые джипы по всему миру. Так что через некоторое время прелести обоих вегонеров оценим и мы. Марка Порше прекрасно понимает, одними спорткарами сыт не будешь. Но вместо очередного кроссовера на потребу массовой публики немцы вдруг выкатили нечто неожиданное. То ли лифтбэк, то ли универсал, да еще и с внедорожным обвесом. Имя этому творению – Порше Taycan Cross Turismo. От обычного Taycan неординарная новинка отличается не только наличием пятой двери, но и увеличенной высотой кузова. Если верить пресс-релизу, то над головами задних пассажиров стало заметно просторнее. Смена формата позволила нарастить объемы обоих багажников – переднего и заднего. Плюс для любителей путешествий за доплату заявлены багажные рейлинги и специальное велокрепление, что позволяет поднять пятую дверь, не снимая самих велосипедов. Кроме того, лишь для пятидверки можно заказать перенастроенную подвеску, которая повысит дорожный просвет на 30 мм, а закрывает список любопытных опций черные накладки по углам бамперов. Ну чем не кроссовер? Чтобы подчеркнуть вседорожный характер версии Cross Turismo, в Порше решили предлагать лишь полный привод и аккумулятор максимально возможной емкости. Бонусом идет специальный ездовой режим для выездов за пределы асфальта. А ценит ли обеспеченная публика столь неожиданный формат, мы узнаем летом, когда стартуют продажи пятидверного Тайкана. В России за этот Порше будут просить минимум 7 млн 570 тыс. рублей, а со всеми опциями больше 17 млн. В последнее время дизайнеры Ауди рисуют консервативные образы для своих традиционных моделей. А вот для электрических машин художникам дозволяют создавать куда более эффектную обертку. В качестве первого примера мы приведем недавний седан E-Tron GT. Теперь интересным оформлением кузова порадует кроссовер Ауди Q4 E-Tron, который по размерам встанет между моделями Q3 и Q5. И хотя кузов замаскирован пленкой, внимательный взгляд сможет изучить нюансы стиля. От скучных аудюшных интерьеров тоже не осталось ни следа. Салон сделан угловатым, но броским и запоминающимся. Притом самый неожиданный элемент — островок центральной консоли, на который вынесен селектор трансмиссии. Из интересного Ауди анонсируют проекционные приборы, подсказки которых будто парят перед машиной. Также отдельного упоминания от авторов релиза заслужил задний диван, расположенный заметно выше передних сидений. А вот дату полноценной премьеры пресс-службы четырех колец раскрывать не стала. Правда, в плане техники батарейный Q4 должен быть похож на аккумуляторные Volkswagen и Skoda, также построенные на архитектуре MEB. По предварительным данным, модель получит двухмоторную силовую установку мощностью около 300 сил. Марку Volvo нынче кормит кроссовер XC60, поэтому на пятом году жизни модели шведам пришлось подновить бестселлер, дабы сохранить спрос. Впрочем, итоги обновления оказались скромными. Снаружи появились лишь другие бамперы. Салон тоже подвергся минимальной редакции. Обновлен в селектор коробки, а прежнюю мультимедийку, разработанную совместно с Mitsubishi Electric 6 лет назад, сменила свежая система на андроиде. Аналогичные системы появятся на Volvo S90 и V90. Кроме того, шведы доработали комплекс электронных ассистентов. На этом список обновок неожиданно заканчивается. На конвейер улучшенный XC60 должен встать до конца весны, а значит, к российским дилерам он придет ориентировочно летом. Компания Cherry продолжает радоваться российских водителей своими новинками. Вслед за кроссовером TIGA 7 Pro, который весьма успешно дебютировал в нашей стране минувшей осенью, до нас докатилась и более крупная восьмерка, также с приставкой Pro. Новый Cherry TIGA 8 Pro длиннее обычной восьмерки на 22 мм. У него оригинальная диодная оптика, решетка, бамперы и 18-е колеса. Напомним, что TIGA 8 Pro для России частично копирует полностью китайскую модель TIGA 8 Plus. Поэтому интерьер нашей машины не вполне новый, а заимствует элементы у прежней восьмерки без приставки Pro. Знакомая передняя панель декорирована под алюминий, а вместо 7-дюймовых приборов и 10-дюймового сенсорного экрана медиасистемы поставлены два больших дисплея диагональю по 12 с третью дюйма. В России TIGA 8 Pro предлагается в двух модификациях. С двухлитровым мотором и вариатором, как у предшественника, и новой связкой турбодвигателя 1.6 и мокрого робота Getrock от премиум кроссовера Cherry XC TXL. Привод пока только передний. Версия с четырьмя ведущими колесами появится ближе к зиме. Продавать Pro-версию будут параллельно с обычным TIGA 8. Идея в том, чтобы предлагать по две машины в сегменте. Почему эта стратегия именно таким образом выглядит? Потому что модели обновляются очень быстро, и старые не успевают устаревать. Просто, да, и глупо вводить модель, которую ты запустил год назад, которая еще в полном расцвете сил. Поэтому она оставляется с обычным индексом, а новая выходит с индексом Pro. А чтобы кроссоверы друг с другом не конкурировали, их разведут по цене. Старая восьмерка стоит миллион семьсот пятьдесят тысяч. Cherry XC TXL от двух миллионов с четвертью. Предположим, что новый TIGA 8 Pro вклинится между ними по цене около двух миллионов. Пока Cherry принимает только предварительные заказы, а официальные цены раскроет 18 марта. Тем временем у отечественного автопрома перспективы нерадужные. Похоже, что в скором будущем машин российской разработки в России просто не останется. Совсем недавно нас расстроила свежая стратегия группы Renault, согласно которой все новые модели марки Lada технически будут повторять румынские дачи. И до 2025 года АвтоВАЗ полностью перейдет на модульную платформу CMF-B. Очередное разочарование принесло интервью генерального директора Ульяновского автомобильного завода Адиля Ширинова порталу 73 Онлайн. От собственных разработок у вас фактически отказывается. Так господин Ширинов подтвердил, что проект русского Prado, то есть глубокой модернизации патриота, остановлен. Новинку хотели создать на базе действующей модели, внедрив другую раму и подвески, а также модернизировав кузов. Под капотом планировалось пристроить турбированные моторы, с которыми состыковать новые коробку и раздатку. Что касается проекта, то мы его не закрыли полностью, а сместили приоритеты. Мы вправе сказать, что проект продуктовой линейки приостановлен. Мы переформатировали план своего развития. Более разумным, чем создание собственных моделей, руководство автозавода считает партнерство. К мае УАЗ обещает завершить переговоры, объявив название компании, с которой будет создан новый альянс. Проще говоря, под своим брендом ульяновский автозавод планирует выпускать иномарки. В свою очередь портал Дром разузнал, что этими иномарками окажутся пикапы и внедорожники Исудзу. К слову, специальный инвестиционный контракт, то есть спик с российским правительством ВАЗ и Исудзу подписали еще в 2018 году. В теории на конвейер должна встать некая самостоятельная модель на японской архитектуре, но концепция проекта еще не проработана, и машина появится не раньше 2023 года. Плюс, о чем нам намекали представители Исудзу, в Ульяновске могут локализовать и новый пикап Де Макс, и родственный ему внедорожник MUX, который должен выйти на наш рынок в следующем году. В любом случае, УАЗ еще долго будет торговать патриотами и хантерами на устаревшей, но пока еще отечественной платформе. Напомним, что бросить вызов Газели ульяновский автозавод решил еще в 2017 году, выпустив грузовичок-профи грузоподъемностью полторы тонны. За основу взяли усиленное шасси от Патриота. УАЗ продвигал новинку как убийцу Газели, однако убийства не произошло. Скажем, в прошлом году у своих владельцев нашли меньше 3000 УАЗиков, тогда как суммарный тираж газовского семейства бизнес оказался аж на 20 тысяч экземпляров больше. В первую очередь покупатели профи жаловались на низкое качество сборки и сварки, а во вторую — на несоответствие реальной грузоподъемности заявленной. Проще говоря, с обещанной 1500 килограммов новичок справиться не смог, и этот провал ставит вопросы к российской системе сертификации. И вот попытка номер два. К капотному УАЗу удлинили базу, переделали рулевое и усилили подвеску, а главное — внедрили двухскатную ошиновку. И теперь, как уверяют ульяновцы, вес взят. То есть машина вроде бы может возить полторы тонны. Кроме того, поскольку самое востребованное исполнение «Газели» с четырехметровым кузовом, в Ульяновске приготовили аналогичный вариант. И хочется верить, что старая коробчатая рама выдержит такие нагрузки. Любители экспериментов УАЗ хочут поддержать ценой. Модернизированный профи обойдется примерно на 15% дешевле, чем «Газель Бизнес». Продажи будут бензиновая и пропановая версии. Но ни дизельный, ни метановый не предвидится. Следующая новость будто из другого столетия. Пока УАЗ выжимает последние соки из рамы 50-летней давности, на фургончике «Пежо Эксперт» и «Ситроен Джампи» российской сборки начали ставить шестидиапазонные автоматы. Заказать их можно для двухлитрового турбодизеля и любого кузова. Их, напомним, два — стандартный и удлиненный. Правда, для каждого можно вписать полную массу 2,5 тонны, чтобы машина беспрепятственно ездила по всей Москве. Доплата за автомат больше четверти миллиона рублей. К тому же двухпедальные фургоны могут быть строго переднеприводными, так как трансмиссия 4х4 от французской компании «Данжель» готова работать только со старой доброй механикой. А закончим коммерческую тему развлекательной новостью из Австрии. Микроавтобус Volkswagen Crafter давно представлен на российском рынке, а вот его клон, MAN TG, до нашей страны не добрался. Между тем, эта модель продолжает обрастать любопытными модификациями. Так, полноприводная версия немецкого фургончика внезапно примерила гусеничные движители вместо обычных колес. Правда, на гусеницы машину поставили не сами мановцы, а небольшая фирма Truck System. Вообще, ребята из Тироля ставят траки на что угодно, хоть на Ford Ranger, хоть на дачу Duster. Ведь вокруг Альпы, а значит, охотники за рекордной проходимостью найдутся. Комплект монтируется практически на любой полноприводный автомобиль, и вся процедура занимает около часа. Что касается самого TG, то его гусеничное исполнение адресовано горнолыжным курортом, которым, очевидно, нынче не до таких покупок. В этом году альпийские склоны работают буквально для местных, так как гостиницы и рестораны закрыты.